Здравствуйте, уважаемые зрители! С вами доктор Борисковский. Вещаю из Абхазии, приехала на термальные источники. Смотрите, какая красота! А? Вот тут малыши купаются, вроде бассейнчиков таких. А вот там взрослые, а тут их много-много всяких. И вот смотрите, большой бассейн, а там с огромной высоты вода. Ну вот как водопад, только не водопад, а струей. И гидромассаж получается. Приходишь, садишься, сейчас 22-й год, 2022-й, 300 рублей вход стоит для взрослого детишки бесплатно. Но клево же, правда? Там куча палаток, цены как при коммунизме, 30 рублей 40, вот такие все. Там 70, это что-то самое дорогое было, какое-то мороженое импортное, заморское. Водичка там 50, вот такие. И вот, и взрослые малыши, пожалуйста, все возрасты покорны. Приезжайте, не пожалеете. Вот маленький малыш, Беляшенька, мой песик. На цепи, видите, на каком поводке. Убегает хулиган, женщину увидит красивую и побежал, все. Ну, сейчас уж жарко так. Ну, и Люся, конечно. Люсенька, передавай привет. Вот ради них на машине приехал в Абхазию. А вот источники-то. То, что собирался поближе показать, вот оно и есть. И вот люди сидят, ну и просто получают гидромассаж, лечебные эффекты удовольствия. А вот, видите, не рекомендуется более 5 минут. Не знаю почему, но, в общем, почему-то не рекомендуется. И онкобойным нельзя еще, видите, заниматься. А так, конечно, клево. Вот этот бассейн поглубже немножко. И тут они разные температуры, погорячее есть. Тут малыши все. А вот этот еще популярный. И они такие большие, бассейн-то, глядите. То есть плавать можно прям хоть кролем, хоть брасом, хоть как. Но в основном все просто сидят. Жарко в них, горячая вода, горячо. Поэтому сильно долго плавать особо никто не плавает. Не знаю, что еще показать вам, рассказать. Вот то, что в палаточке я обещал. Ну, там они, видите, да, на возвышении. Переодевалки, все бесплатно. Коммунизм почти. Хорошо здесь. Сам не купаюсь. Видите, даже полотенце на плечах уже поверх футболки. Обгорел. Сдуру. Полуденное солнце. А я северяне, кожа белая. Ожог второй степени. Вот все плечи в пузырях. Зрелище не для слабонервных. И это довольно болезненно. Поэтому я вас умоляю. Солнце, конечно, манит, но оно довольно опасное. И поэтому нужно дозировать. Все хорошее нужно дозировать, как обычно. Поэтому приезжайте и сразу же потихонечку. Даже можно, я скажу, даже сквозь футболку загорать поначалу. Кто бледный. Сел на скамейку в тенечек под навес. Вот что я вижу своими глазами. Ну какая красота, правда. Счастливые люди, довольные жизнью, отдыхают, купаются, получают удовольствие. Надо же, есть райские уголки на нашей земле, о которых многие даже не знают. А теперь вы знаете. Ну а я буду дальше сидеть в тенечке. И думать, ну зачем я так обгорел, теперь не покупаться. И по-хорошему завидовать тем, кто все-таки купается. Кто был мудрее меня и не сгорел. Первый же день. А? Красота? Красотища. А вот негритяночка какая красавица. Видите? Всякие есть тут. А? Красотойка? А, нет, подождите. Грязи что ли? Не, белокожая девушка. А я думал негритяночка. Мулаточка там и как правильно. Да. Оказывается, тут и грязь есть, можно изваляться в ней. Все для людей. Все для людей. На любой вкус. Приехали в Черниговку теперь. Вон за мной надпись Черниговка. Вот Сергей, наш гид, самый лучший. Он же водитель. Отличная машина у него. Обращайтесь, не пожалеете. Смотрите, как клево. Знает, куда привезти. Недорого. Всем рекомендую. А вот ворот, через которые мы въехали. Ну и, конечно, стоянка автомобильная. Вот если сами поедете. Ну, лучше, конечно, берите экскурсию, чтобы уже ни о чем не думать. А так можете вон там поставить машину. Столовая, конечно. Покушать с дороги самое то. А вот это вроде такого для туристов комплекса построено. И в конце там каскад водопадов. Так, Беляшик здесь, малыш. Люсенька здесь. Ну, пойдем, стой. Вот вместе с вами как будто идем. Как будто вместе с вами идем. Так, Беляшик, ты запутал мне ноги, малыш. Вам бы он тоже запутал. Вот хулиган какой, а? Ну-ка распутывайся давай. Так, ну это все рабочие моменты. Ну вот, снимаю онлайн, как есть. Смотрите. А, красота? Красотища. По-моему, неплохо. А с этой стороны? Молодцы, молодцы. Да, как сделали? Какую красоту. Как по крепости идем. Как будто крепость. Вон, все в дорожках. А растительности сколько? Ой. Она растет здесь, уговаривать не надо. Вот вроде кафе, пожалуйста, можно попить, покушать. А там что? Ой, водяное колесо, что ли? Ничего себе. Смотрите, как клево. Вот отсюда идет вода. Ну, понятно, да? И крутит водяное колесо. В общем, а что это такое? 1942. Это, наверное... Ну да, так. Может, основание или что ли. Так. Ну, конечно, прикольно. Сейчас уже мы тут походим. Сниму водопады. Ну, все мы люди живые. А живому человеку, как говорится, свойственно попить вот винца пивка и пописать. И вообще, так что все имеется. Ну, красиво, конечно, сделала он. Собачка. Беляшик, смотри, собачка какая. Смотри, малыш, какая собачка. Ой, собачка, скажи. Хорошая. Пошли знакомиться. Ну, ладно, близко не подходите. Эту собаку у себя дома. А карета какая. Прикольно. Как-то она не на земле колесами стоит, а на подставочках. В общем, вот тут кучер сидит. Как-то название облучок, что ли. Немножко старенькое. А там уже господа. Так, ну дитявкой, тихо. Я же рассказываю про карету. Хулиган. Ну, а здесь слуги, наверное, господа. Здесь, видите, в тенечке. Вот, господа. Такое вот дело. Чё-то такое растёт. Ну, красиво, не знаю. Может, ёлочка какая. Ой, Беляша, сейчас получишь. Пойдём, скорее. Убегай, убегай. Убегай, малыш. Убегай. Убегай. Хорошая собачка. Хорошая. Сейчас тебя, дурачок, укусит она и чё-нибудь откусит. Иди, иди, иди. Какой-то сорт пальм, возможно. Но это не точно. Кто знает, пишите в комментариях, что за растительность-то какая. О, кстати, очень популярны в Абхазии автомобили Нива. Трёхдверные. И чаще всего белые. Вообще, много белых машин. Жарко здесь, чтоб не нагревались. Куда вышел я? В общем, здесь везде-везде. И всюду проходы. Гуляй. Не хочу. Снова пришли к мосту. Вот кто хочет попить или помыть ручки, пожалуйста, всё предусмотрено. Умывальни есть. Надо пройти через мостик. Беляшенька, иди, малыш. Опять запутаешь меня. А вот вниз, если посмотреть, да? Всё из белого камушка сделано. С любовью. Аккуратненько, красиво. Асир. Ну, прочитайте сами, что там написано. Идём. Воксаки. Ну, прикольно же, правда? Ну, ведь могут, если захотят. Ну, посмотрите, как умеют делать. Какую красоту. Так, сейчас пропустим мужчин. И пойдём туда сами. А пока вам покажу вот эту красотищу. Это просто огромный молодец, да. Вот мужики говорят, какой молодец, что всё организовал здесь кто-то. А какой здесь свежий воздух прохладненький. Великолепный. О, как будто замок. Как будто замок. Яшенька, не сварись, малыш. Боится, малыш. Пойдём. Я тебя держу на поводочке. Ой, дела. О. Вот так. И вот с этой высоты вниз. И вот это очень освежает, кстати. Очень освежает. Вот, висячие скалы. Видите, как нависают? И там тоже. Тут, если кто-то встал, то надо пропустить обязательно. Ну, не широкие эти проходы. Вот. Ну, супер. Ну, кто откажется здесь побывать, дорогие друзья? Вот так вам предложи. Ну, как, Маришка, нравится? Да. Ой, не снял? Впечатляет. Впечатляет? Да. А я хотел снимать уже водопады. Ну, супер, супер. Вин, ты нахожу меня, ну? Фоткать тебя? Давай. Давай, на мой, на мой. В общем, на этом мосту фоткаться не очень хорошая идея. Там постоянное движение. Еще люди с капризными детьми, которые очень испугались вот эту вот собаку гигантскую. Очень испугались, плакали, ругались. Полицию вызывать пошли. Вы все знаете таких людей. Они здесь, оказывается, тоже отдыхают. Ну, да ладно, не будем о грустном. Будем о хорошем. Ну, смотрите, какая красотища. Ну, по-моему, очень хорошо. Вышел на смотровую площадку. Это тот мостик, на котором фоткаться не очень. А здесь места много. И видео снимать, и фотографироваться великолепно. И вон, смотрите, дорожки ведут куда угодно. А вот смотровая. Наверное, туда надо сходить. А вот и смотровая площадка. Аж краешку. Вода какая интересная. Березая. Не могу понять, то ли это так природа в скалах сделала, то ли это человек. Но если человек, то долбить пришлось много. Всяких разных выборок делать. Камень, это же не то, что песок. А вот интересно. Напротив той смотровой площадки теперь встал. То ли вода так сделала, то ли человек помог. Видите, какие в камне. Вон, прям вымоены. Прикольно? По-моему, прикольно. Вон там, да как джакузи почти. Без пузырей только. А так по этим дорожкам идем дальше. Ну и, конечно, сувениры в дорогу. Кто что любит? Украшения. Предметы быта. Конечно, украшений очень много. Да? Что только нету? Пожалуйста. На любой вкус. Можно монетку сделать. Отчеканить самому. И выкупить ее. Хорошо здесь. В лучшем виде все. Машина наша вон там. Поедем мы обратно. Сели в шикарный микроавтобус. Вот. Водитель и наш гид Сергей. Я его вам представлял, показывал. Едем. С кондиционером. С ветерком, так сказать. Домой. Вам я желаю всего наилучшего. До скорых встреч. До свидания.